Календарь автомобильной истории Теперь вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано происходили много лет назад, ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 10 августа. 10 августа 1897 года англичане Харрингтон Мур и Фредерик Симмс основали старейший в мире автоклуб, автомобильный клуб Великобритании и Ирландии. Позже клуб получит покровительство короля Эдуарда VIII и будет переименован в Королевский автомобильный клуб. 10 августа 1907 года спустя 62 дня после старта финишировала международная автогонка Пекин-Париж. Преодолев 10 тысяч миль, первым финишировал итальянский экипаж на 7-литровой модели Итала. 10 августа 1934 года с конвейера американской автомобильной компании Chrysler в Детройте сошел миллионный Плимут. В этот день, в 1965 году, компания Porsche получит патент на автомобильную крышу, названную Тарго, в честь заменитой сицилийской гонки Тарго Флорио. Горизонтальная часть крыши в Тарге сделана легкосъемной, благодаря чему купе можно превратить в кабриолет. Основная популярность этого типа кузова приходится на 70-е, когда Департамент транспорта Соединенных Штатов пытался запретить обычные кабриолеты и ротстеры по причине их низкой пассивной безопасности в случае опрокидывания. И это понятно. Как результат, автопроизводители стали оснащать ротстеры и кабриолеты дугой безопасности, обеспечивающие надежную защиту людей внутри салона при опрокидывании автомобиля. С 80-х годов защиту пассажиров при опрокидывании стали обеспечивать с помощью усиленной рамы ветрового стекла, а начиная с 90-х еще и выдвижных дуг безопасности. В современном автомобилестроении Тарго это любой ротстер, оборудованный несъемной металлической дугой позади салона, но с подвижными или съемными центральными сегментами крыши. В этот день, в 1975 году, британское правительство объявило о национализации компании British Leyland Motor Corporation. Фирму с многолетней историей убили провальная политика руководства, нефтяной кризис 1973 года и непомерные аппетиты местных профсоюзов, как например введение трехдневной рабочей недели. Фактически в этот год фирма обанкротилась. 10 августа 1976 года на главном конвейере КамАЗа собран автомобиль новой модификации, седельный тягач КамАЗ 5410. 10 августа 2007 года ушел из жизни Жан Ределе, приложивший руку к созданию ряда спортивных моделей Renault, основатель марки Alpine. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь автомобильной истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем ютуб канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так будет удобнее следить за выходом новых серий. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео, будет замечательно, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра!